Часть вторая. Умная женщина. Эпиграф. Но тут есть и другой момент, куда более важный, и он носит поистине сенсационный характер. Артур Махин и иероглифика. Глава шестая. Подождите. Стойте. Не входите туда. Все трое обладали определенным жизненным опытом. Но несколько секунд, а то и минут, они потрясенно мялись на пороге, не зная, что делать. Открывшаяся перед ними во всей полноте картина страшного конца заставила их оцепенеть. Она казалась нереальной. Первым пришел в себя Марк Рутвен и, встрепенувшись, сделал шаг вперед. Понизив голос, доктор Кент остановил его. Подождите. Стойте. Не входите туда. Я не захожу, — возразил Марк, не отдавая себе отчета, что его ответ бессмысленный. Он не чувствовал под собой ног, когда шел по мягкому шерстяному ковру. Росс Лестрендж убила себя ударом кинжала, о чем свидетельствует все в этой комнате. В данный момент у Марка не было в этом никаких сомнений. Страх отпустил его, и к нему вернулось здравомыслие. Но он должен был отрешиться и от последних смутных остатков беспричинного беспокойства. У стены, слева от двери, стоял большой гардероб, полный одежды и обуви. Дверца его была распахнута. В нем никто не скрывался. Стоящий на пороге доктор Кент снова подал голос. Не подходите. Я не подхожу. Марк прошел мимо мертвой женщины, чье тело отражалось в зеркалах. На ней была длинная белая накидка с красным орнаментом, и, по всей видимости, больше на ней ничего не было. Марк ускорил шаги. В маленькой освещенной ванной тоже никого не было. Ее витражное окно было закрыто изнутри. Других мест, где могла бы скрываться Бренда, не имелось. Все это было сплошным кошмаром, который он хотел отринуть и забыть. Он двинулся обратно. Единственная картина в комнате висела над кроватью. Репродукция полотна Антуана Вирца «Молодая ведьма». Женщина, глядевшая сквозь пряди падавших на лицо черных волос, напоминала Рос Ле Стрэндж, если бы та могла улыбнуться. Странно, но прежде чем заколоть себя, Марк посмотрел на темный пурпурный переплет с золотыми буквами на корешке книги, лежавшей открытой на маленьком столике рядом с мягким зеленым креслом. Рос читала роман викторианской эпохи, который прошлым вечером одолжила у него. — Мистер Рутвен! — позвал его голос. — Отойдите оттуда, пожалуйста! Марк не отрывал глаз от книги. С этого расстояния он не мог прочитать истершиеся от времени ее название, но что-то тут было не так. — Конечно же, мистер Рутвен! — Марк выпрямился. Доктор Кент закрыл дверь спальни, и все трое заговорили одновременно. Потом никто не мог толком сказать, о чем шла речь. Доктор Кент вспоминал, что Марк говорил почему-то о браке. Сам Марк утверждал, что доктор Кент стал некстати анализировать особенности детективных романов А.И.В. Мэйсона. По словам и того, и другого, Тоби потрясенно твердил о состоянии своих чувств, пока доктор Кент не цыкнул на него. — Тсссс! Сейчас это никому не интересно. Кроме того, почему вы так удивлены? — Вы же сами предсказывали, что эта женщина может сделать то, что она и сделала. — Да знаю, что предсказывал, — чуть не завопил Тоби. — Знаю, что я это говорил, но никогда не предполагал, что увижу своими глазами. Вы меня понимаете? Даже когда увидел... — Тоби! — обратился к нему Марк. — Откуда ты знал, что она покончит с собой? — Если уж об этом зашла речь... Помолчав, Тоби бросил на него укоризненный взгляд, словно обвиняя в предательстве. — Откуда ты знал, что тут была Бренда? — Мне это приснилось. — Приснилось? — Звонок того шутника, после которого и начался весь этот бред, тебе тоже приснился? — Нет-нет. Телефонный звонок был на самом деле. Вы опоздали, она это сделала. Но мне приснилось, что Рос Лейстрендж душит Бренду. — Марк, ты что, с ума сошел? — По-моему, это ждет всех нас, — окончательно придя в себя, вмешался доктор Кент. Уставший и обеспокоенный, разрываясь между своими мыслями и необходимостью предпринимать какие-то практические действия, он, наконец, с трудом взял в себя в руки. Темнокарие глаза доктора напоминали взгляд его дочери Кэролайн. — Можете поверить, я сочувствую положению, в котором все мы оказались, — объявил он. — Мы как рыбы в аквариуме. Дышать можем, но деться некуда. Я считаю, что наши общие чувства не имеют ничего общего с теми, о которых пишут в романах. И тем не менее, мы должны звонить в полицию. — Я тоже так думаю, — кивнул Марк. — Как мы попали в эту невероятную ситуацию? — Я именно так оцениваю ее. Я поймал себя на том, что испытываю крайнее отвращение, — доктор Кент помахал сжатым кулаком, — к простому действию. Снять трубку и сказать, — дайте мне полицию. В романах все это проходит как-то рутинно, словно человек просит прислать ему водопроводчика. Но мисс Лестрендж мертва. В этом-то все и дело. — Предполагаю, что оба вы уже подготовили свои версии событий. — Какая в том необходимость? — резко бросил Марк. — Мой дорогой Марк, простите, что не назвал вас мистер Рутвин. — Эта ситуация чертовски сложная. Она касается всего колледжа каким образом? — Идемте со мной, — таким же резким тоном сказал доктор Кент, — и я вам покажу. — Телефон! — Где этот телефон? По другую сторону узкого коридора была дверь еще в одну комнату побольше. Открыв ее, Тоби пошарил справа от косяка и включил свет в гостиной, выдержанной в стиле восемнадцатого века, с белыми панелями стен, с сохранившимся камином, с подлинной изящной и легкой чиппендейловской мебелью. — Вот телефон, — показал Тоби. — Но ради всего святого не надо пока звонить. — Я, честно говоря, и не собирался, — ответил доктор Кент, который мерил шагами комнату. — По крайней мере, в ближайшие несколько минут. — Мисс Лестрэндж мертва. Продолжая расхаживать по комнате, он нахмурился и взмахнул в воздухе кулаком. — Я до сих пор с трудом могу в это поверить. — И хотел бы разобраться в своих мыслях так же, как и в ваших. На стенах, явно не сочетаясь с матерчатой обивкой чиппендейловских кресел, висели черно-белые карикатуры в рамках всех размеров. Они представляли собой оригиналы работ знаменитых газетных карикатуристов, известных своим ядовитым чувством юмора. Политические фигуры и общественные деятели, мужчины и женщины, застыли на стенах в шутовских позах. И снова дом напомнил о личности Рос Лестрэндж. Ухмыляясь и издеваясь над всеми, она заполняла собой все пространство. Даже после смерти ее присутствие ощущалось столь же сильно, как и при жизни. Казалось, что она все еще жива, и от нее продолжает исходить смертельная опасность. Без сомнения, доктор Кент тоже это чувствовал. «Послушайте, не возражаете ли вы, вы оба, — откровенно смущаясь, сказал он, — если я возьму на себя роль инквизитора? — И задам несколько вопросов, которые, боюсь, обязательно задаст полиция. — Нет, я-то не возражаю, — буркнул Тоби. — Марк. — Нет, нет, я готов. Но почему они непременно будут их задавать? Доктор Кент остановился. — Потому что кто-то обязательно заметит, что тут произошло убийство, — ответил он. — И вы это, понимаете, не хуже меня. Слово «убийство» прозвучало громовым раскатом. И перед Марком Рутвином тут же предстали те неприятные последствия, которые были теперь неизбежны. — Убийство? — Да бросьте! — вскричал Тоби, пытаясь ухмыльнуться. — Разве есть тут что-нибудь, наводящее на мысль об убийстве? — А есть тут что-нибудь, наводящее на мысль о самоубийстве? — нахмурился доктор Кент. — Поверьте, у меня нет ровно никакого желания намекать полиции об убийстве. Мы должны быть совершенно уверены, что они правильно поймут ситуацию. Мы должны надежно защитить себя, рассказывая о том, как все было. — Очередной скандал в среде обитателей колледжа, но Росс Лестрендж к ним не принадлежала. — Вы уверены? — спросил доктор Кент. Он извлек из нагрудного кармана очки в толстой роговой оправе и, нацепив их, склонил голову на бок. — Не так давно, Тоби, — продолжил он, — Марк задал весьма уместный вопрос. — Откуда вы знаете, что эта женщина покончила с собой? Почему вы были так уверены в этом еще до того, как мы нашли ее тело? — Послушайте, сэр, я не психиатр, а я не полицейский. Но меня ваш ответ не удовлетворяет. Тоби замялся лишь на секунду. — Хорошо. — Вы задали вопрос. — Отвечаю. Эта женщина была болезненно-впечатлительно, легкомысленно, с нестабильной психикой, такие чаще всего кончают с собой. И первым делом стоит упомянуть такую деталь. Она была просто помешана на сексе. Доктор Кент с интересом посмотрел на него сквозь линзы очков. Они делали доктора старше и передавали ему вид умной совы, но не могли скрыть той обеспокоенности, которую он испытывал. — Тоби, не думаю, что вы хорошо знали мисс Лестрендж. — Черт возьми, сэр, да она сама сделала все, чтобы о ней сложилось такое мнение, не так ли? Но, может быть, мне стоит получше выбирать выражение? Как говорит Кэролайн, для этой дамочки у вас всегда находилось доброе слово. — Неужто? — удивился доктор Кент и слегка нахмурился. — Нет, не думаю, чтобы дело обстояло именно так. Но я действительно неоднократно повторял и моей жене, и миссис Уолкер, что они не понимают эту женщину. — Ради бога, в каком смысле? — Одну минуту. Мы отошли от главной темы. Что-то, бормоча себе под нос, доктор Кент возобновил хождение по комнате и, наконец, снова повернулся к Тоби. Прошлым вечером, около десяти часов, вы с Кэролайн отправились навестить Марка. — Примерно в одиннадцать я позвонил ему и попросил вас вернуться. — Через полчаса вас еще не было. Единственным объяснением, которое я позже услышал от вас, было упоминание, что у Марка находилась мисс Лестрендж, и вы сочли необходимым подвезти ее к дому. — Ну и что, сэр? — Как «ну и что»? — удивился доктор Кент. — Вы испытывали к этой женщине нескрываемую неприязнь? — Дом Марка неподалеку от ее коттеджа. — Почему нужно было отвозить ее домой? — Послушайте, — завелся Тоби, украдкой бросив на Марка испуганный страдальческий взгляд. — Там возникла, ну, ситуация. — Прошу прощения? — Из-за нашей роз возникли трения между Марком и Брендой. Бренд была в тихой ярости, а Марк, видели бы вы его? — Я и не представлял, что у человека может быть такой виноватый вид. Марк Рутвен подтянул стул, стоящий в центре комнаты, и неторопливо присел на него, положив руки на стол и опустив глаза. — Значит, Брэнда не сомневалась, что у него с Рос Лестрейндж был страстный роман. Ясно, что Тоби тоже в это верил, и, может быть, даже Кэролайн. Над ним начали сгущаться грозовые тучи опасности. Но, похоже, доктору Кенту это даже не приходило в голову. Он мрачно и пристально разглядывал Тоби сквозь очки. — Мой дорогой юноша, похоже, вы ничего не поняли. Если мисс Лестрейндж покончила с собой, необходимо выяснить, в каком она была состоянии, когда вы в последний раз видели ее. Вот это я и пытаюсь узнать. — Вот и я это имею в виду. Тоби с силой оттянул воротничок, словно он был для него слишком тесным. — Понимаете, по пути к ней домой я пытался внушить ей понятие о страхе Божием. — Вот как? — Значит, страх Божий. — И каким же образом? — Ну, я довольно откровенно намекнул, что отлично знаю. Именно она устроила в спортзале этот номер с покушением на убийство. Даже доктор Кент слегка вздрогнул и придержал рукой очки. — В самом деле? — Очень интересно. И когда же вы пришли к этому странному умозаключению? — Что в нем странного, — завопил Тоби. — Я был тупым идиотом. Я никогда и не думал об этом, пока Брэнда не намекнула, что это могла быть женщина. Вот чем наша Росс занималась. Более того, я напомнил ей, Косина, намеком, как она развлекалась со своим приятелем в изоляторе колледжа. — Минутку. — Как она восприняла обвинение в том, что... ну, что она была... шутником в спортивном зале? Тоби замолчал, открыл рот и не сразу заставил себя ответить. — Плохо, — сказал он. — Понимаю. — Но в каком смысле? Она разозлилась, пришла в возбуждение. Какова была ее реакция? — Не знаю, — буркнул Тоби. — Не могу описать ее. Можно сказать, что у нее был убитый вид, она была в отчаянии или что-то в этом роде. И... может, я зашел слишком далеко? Надеюсь лишь, что это не моя вина. Как бы там ни было, но ее состояние было таким, что... что... что она могла покончить с собой? — Да. Это может подтвердить и Кэролайн. На прощание Рос сказала лишь. — Доктор Саундерс, завтра утром вы кое-что услышите. — Хм... Где и когда она это сказала? — В последний раз, когда я видел ее живой, примерно в половине двенадцатого. Все мы сидели на переднем сиденье моей машины, — Тоби кивнул за окно, — рядом с уличным фонарем. И вдруг, проронив эти слова, Рос выскочила из машины, потом она стояла там, глядя нам вслед, пока я разворачивал машину. — Она приглашала вас к себе? — Нет. Да мы в любом случае отклонили бы приглашение. Последнее, что я помню о ней. Она стоит в начале дорожки, в конусе света от фонаря, плотно прижимая к груди эту проклятую книгу, так, словно она никому ее не отдаст, потому что она принадлежит Марку. Раздался резкий скрип, когда Марк, шевельнувшись на стуле, стал приподниматься. Но его потряс не только намек Тоби. Он припомнил кое-что еще. Туман, висевший за окнами этой маленькой белой комнаты, стал подниматься и рассеиваться. Сквозь него пробивался слабый солнечный свет. Он сверкал в каплях росы на газонах, и деревья обретали очертания. Марк, встававший со стула, застыл на полпути. По диагонали через ружайку он увидел дом молодой миссис Джудит Уолкер. Недвижимо стоял и доктор Кент. «Да», — как бы про себя прошептал он. «Да», — повторил он, стряхивая из себя рассеянность. «Этого достаточно». «Так и должно быть». «Это удовлетворит полицию». «Для любого, кто не понимал ее, самоубийство будет», — доктор Кент замолчал. Спохватившись, он торопливо сдернул очки и замахал ими. «Одну минуту», — добавил он. «Что там было относительно книги?» Марк Рутвин выпрямился. «Этой книгой, — объяснил он, — был роман «Армадейл». Название из одного слова. Теперь я понимаю, почему книга бросилась мне в глаза в той комнате. Прошу прощения. Подождите, куда вы?» Всего лишь на мгновение загляну в спальню. Едва ли нужно напоминать вам, доктор Кент, что у меня есть все первоиздания работ Уилки Коллинза, выпущенных в свет издательством «Чатто и Виндус» в середине века, начиная с его первой книги в 1852 году и кончая посмертным изданием в 1890. «Я покупал их у букиниста в Лондоне во время войны. Теперь таких не найти». «При чем тут Уилки Коллинз?» — завопил Тоби. «Куда ни ткнись, везде этот сукин сын с бакенбардами. Послушай, Марк, ты не можешь заходить туда. К тебе будет слишком много вопросов, на которые придется отвечать». «Должен сказать, что я с ним согласен», — промолвил доктор Кент. Солнечный луч пробился сбоку сквозь окно, осветив стены, на которых известные мужчины и женщины застыли в карикатурных позах. «Если то, что Марк вспомнил в связи с книгой, окажется правдой, то Росс Лестрендж, скорее всего, была убита. Тем больше оснований держать себя в руках и говорить легко и спокойно». «Да». «Ко мне есть вопросы, которые требуют ответов. Например, почему я решил, что тут может оказаться Брэнда? Раненая, избитая или даже, может быть, мертвая? Это лишь первый вопрос, так?» «Да», — сказал Тоби. «Так вот, все эти вопросы могут подождать». «Марк, ждать они не могут. Доктор Кент должен звонить в полицию, и времени у нас все меньше и меньше. И все же они могут подождать, поскольку ответы на них не содержат ничего подозрительного. У всех нас есть вполне убедительное объяснение. Например, доктор Кент, что вы с Тоби делали рядом с домом в половине седьмого утра?» «Доктор Кент начал было отвечать, но вдруг запнулся. Он стоял, помахивая очками, и был очень похож на одну из фигур на карикатурах. В его добродушных глазах застыло недоумение, которое сменилось чем-то вроде восхищения. «Вы знаете, мои дорогие, у меня нет ни малейшей идеи на этот счет». Тоби сделал на ковре несколько танцевальных па. «Послушайте, сэр», — издевательски произнес он, изо всех сил стараясь быть терпеливым и спокойным. «Меня зовут Эдвард Саундерс, и я работаю в Пентагоне. Прошлую ночь я провел в вашем доме, потому что доктор Хьюитт продолжал бредить до часа ночи. Ваша жена, вы помните ее?» Вспылив, доктор Кент ответил с легким раздражением. «Я помню свою жену. И не стоит пускать в ход такой тонкий сарказм. Я просто сказал, да послушайте меня», — настоятельно потребовал Тоби. «Обычно вы встаете в шесть утра. По воскресеньям миссис Кент относится к этой вашей привычке без удовольствия, особенно когда вы переворачиваете все вверх дном на кухне, пытаясь сделать себе завтрак. Так что она предложила вам не суетиться, а прогуляться до Куиншевина за утренними газетами. Понимаете? Сэр, это очень серьезно. Да, я все помню. И глубоко убежден, что все действительно серьезно. Вот. Интересно, понимает ли это Марк? «Да», — с вызовом сказал Марк. «И потому я пытаюсь убедить вас, что мы можем представить убедительное объяснение, если не потеряем хладнокровие. А теперь дайте-ка мне взглянуть на эту книгу». И прежде чем собеседники успели проронить хоть слово, он вышел из комнаты, хлопнув за собой дверью. Не в силах расстаться со своими мыслями, Марк не без труда переступил порог спальни. Ее дверь он оставил открытой. Свет настольной лампы под янтарным абажуром отражался в трех створках зеркала, и его отблески падали на останки Рос Лестрендж. Марк отвел взгляд. В углу, где в нескольких футах от стены стояло зеленое кресло, под лампой на маленьком столике, по-прежнему вверх обложкой, лежала книга. Он был прав. Истертые золотые буквы заголовка складывались в три слова, а не в одно. Но это был не Армадейл. На столике лежал едва ли не самый известный роман Уилки Коллинза «Женщина в белом». И это все меняло. Марк взял книгу и пролистал несколько страниц. Конечно же, это был его экземпляр «Женщины в белом» с его же карандашными пометками. У него дрожали руки, когда он аккуратно вернул ее в прежнее положение. Марк дотошно припомнил все события прошедшего вечера. Конечно, могла сказаться и его рассеянность. Можно представить, и он сам обязательно так подумал бы, что он просто взял не ту книгу из набора одинаковых томов и вручил ее Рос. Но он не делал ничего подобного. Даже в спешке, даже волнуясь, он не мог сделать такой ошибки. Он ясно помнил, как, снимая книгу с полки, посмотрел на заголовок «Армадейл». Он ясно помнил, как снова посмотрел на него у дверей, вручая книгу «Роз», и как она тоже бросила взгляд на название. Да, было кое-что еще. Когда он поднялся в свой кабинет за Армадейлом, он обратил внимание и на другую книгу. Женщина в белом, потрепанный томик, который часто читали, стояла в подчеркнутом отдалении от остальных томов. Он заметил это, поскольку два или три тома справа стояли на своих местах. Кто-то ночью был в комнате и подменил одну книгу на другую. Зачем? Но дело было не в этом. Дело главным образом заключалось в... Эй, Марк! Раздался голос от дверей. Тоби белый как мел. Не сводя с него глаз, через плечо кивал в сторону гостиной. — Старик звонит копам. Времени у нас немного, Марк. Ты ничего не хочешь мне сказать? — Что ты имеешь в виду? — Послушай, — тяжело дыша прошипел Тоби, — я многим тебе обязан. Я хороший исследователь и знаю свое дело. Но я не могу так складно изъясняться, как умеешь ты, Сэм Кент или Лютер Майсон. Ты знаешь, я бы никогда не написал докторскую без твоей помощи. Я ничего особенного не сделал. Господи, неужели ты еще помнишь об этом? Все эти годы? Да, я помню. Я явился полным невеждой, варваром, и ты поддерживал меня. Итак, хочешь ли ты сейчас что-нибудь сказать мне? — Тоби, честное слово, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Тем не менее, мне есть что сказать тебе. Это не было самоубийством. Это было убийство. Сквозь звуки начинающегося утра они оба услышали, как по Харли Лейн едет машина. Но мысль о ней лишь скользнула в сознании Марка и Тоби, поскольку оба они смотрели на покойную. Марк, — не своим голосом заорал Тоби, — ты что, с ума сошел? Он ткнул пальцем в сторону тела, которое удерживало от падения полка туалетного столика. Ты рехнулся, и у тебя крыша поехала, как у твоей подруги. Она не моя подруга и никогда не была ею. Ладно, будь по-твоему. Но можешь ли ты, пусть не ради Бога, а ради самого себя перестать твердить об убийстве? Марк пришел в себя. Да и я... Прости. Я сболтнул, не подумав. Слушай! Тоби поднял руку. Машина сбросила скорость и остановилась перед домом. После паузы открылась и захлопнулась дверца. Легкие, быстрые шаги по гравийной дорожке. Кто-то замер у дверей. Это женщина, сказал Марк. Может быть, Бренда? Кто бы это ни был, фыркнул Тоби, мы не должны никого впускать внутрь. Выстави ее, давай же! Мешая друг другу, они выскочили в узкий коридор и заторопились к открытым входным дверям. Гостьей была не Бренда и не было никакой необходимости останавливать ее. В центре дорожки, в футах в десяти от дверей, лицом к ним, стояла моложавая миссис Джудит Уолкер, вдова бывшего декана английского факультета. Повернув голову, она смотрела куда-то вправо, видимо, на окна гостиной. При ярком солнечном свете, заливавшем фасад дома, отчего в комнатах сгущалась духота, отчетливо видна была неподвижная, миниатюрная фигурка Джудит Уолкер в трауре. Она не снимала его вот уже почти год. Под рыжими волосами выделялось более бледное, чем обычно, лицо. По всей видимости, доктор Сэмуэл Кент счел необходимым поднять раму окна. Он говорил по телефону. Голос у него был тихим, но его было отчетливо слышно за пределами дома. Но разговаривал он не с полицией. «Да, доктор Хьюитт, она была заколота. Из раны торчит только рукоятка оружия, длинная, серебряная рукоятка. Не сомневаюсь, это кинжал восемнадцатого века, острый и блестящий, который она держала в доме среди прочих древностей. Да!» Джудит Уолкер дернулась. Вскинув голову, она посмотрела на Марка и Тоби. Казалось, и ее голубые глаза, запавшие в темные от бессонницы провалы глазниц, и губы с яркой помадой, и раздутые ноздри, все свидетельствовало об откровенной радости. Она обратилась к Марку и Тоби. Обычно у нее был тихий и мягкий голос, но сейчас он превратился в странный, хриплый вопль. «Значит, кто-то наконец убил эту шлюху!» — выпалила она. «Кто это сделал? Ее любовник?» Глава седьмая Никогда раньше они не слышали, чтобы у Джудит был такой голос. Тоби отпрянул. Его пуританская сдержанность была оскорблена. Марк, которого было куда труднее поразить, почувствовал прилив непонятной жалости. Через мгновение Джудит Уолкер пришла в себя. Как обычно в разговорах о муже, который был на тридцать лет старше ее, она оттопырила нижнюю губу, как бы удерживая слезы. В левой руке она держала сумочку, а правая безостановочно рылась в кармане платья, словно разыскивая какую-то пропавшую вещь. Если она слышала голос Сэмуэла Кента, то и он должен был услышать ее. И хотя он не повышал тона, не менял интонацию, теперь он говорил твердо и уверенно. Боюсь, доктор Хьюитт, вы не поняли. Дверь была заперта изнутри. И когда мистер Рутвин и доктор Саундерс попытались открыть окна, выяснилось, что и оба они закрыты изнутри. — Полиция, конечно, установит, что тут было самоубийство. Пауза. — Да, доктор Хьюитт, вы совершенно правы. Это, без сомнения, будет удобнее всего. Джудитт, которая опять вздернув голову, уставилась на окна, быстро отвернулась и застыла на месте. Марк подошел к ней. Инстинктивно он протянул руку, и Джудитт также инстинктивно уцепилась за нее. Было как-то трудно воспринимать эту напряженную рыжую девочку как преподавательницу, которой она и была. — Марк, — задыхаясь, сказала она, — я не могу понять, что со мной случилось. Я наговорила каких-то ужасных вещей. Мне так стыдно. — Тут нечего стыдиться, Джудитт. Но тебе не стоит видеть, что делается внутри. — Идем со мной. Его твердый, уверенный голос заставил ее успокоиться. Все еще придерживая ее холодную руку, Марк развернул ее к началу дорожки. — Она в самом деле мертва. Это... Как я ее назвала? Да. Я ненавидела ее. Я не могла бы причинить ей вред, но я ненавидела ее. Марк мягко обнял ее за плечи, они слегка вздрагивали, и повлек за собой. Сначала она словно сопротивлялась. Джудитт напряглась, словно желая вывернуться и остаться стоять, глядя на красный коттедж. Но он мягко и настойчиво тащил ее к старому плимуту, который доктор Уолкер водил много лет, отказываясь расставаться с ним. — Это всего лишь нервный срыв, Джудитт. Этим утром все мы в таком состоянии, даже хуже, чем у тебя. Отвезти тебя домой. — Я живу всего в шаге отсюда, — кивнула она на другую сторону лужайки. — Нет смысла куда-то ехать. Уверяю тебя, я полностью пришла в себя. Могу я остаться и минутку поговорить с тобой? — Конечно. — Я не могу спать, — сказала Джудитт. С излишней торопливостью она высвободила свои пальцы из рук Марка и швырнула сумочку на переднее сиденье машины. Дан вставал очень рано, порой даже в пять часов, и я постепенно привыкла к такому режиму. А теперь я вообще не могу спать. Когда я сегодня утром решила проехаться, еще не рассеялся туман и все такое, я увидела, что дверь этого коттеджа открыта, и внутри горит свет. Я подумала, не случилось ли там чего. Но я так толком ничего и не поняла, пока не наткнулась на вас. Всюду горит свет, и Сэм Кент говорит по телефону. — Марк, ты не возражаешь, если я поговорю о ней? — Ты уверена, что тебе это надо? — Да, да, да! Улыбка изогнула ярко накрашенные губы Джудит. Хотя она продолжала рассеянно водить рукой по поясу, словно что-то потеряла, ее затуманенные голубые глаза были полны настороженности и тревоги. — Порой это самое лучшее, Марк, лучше выговориться. Если мы не можем сказать правду в таком взвинчном состоянии и в соответствующем настроении, то мы уж никогда не произнесем ее. Джудит резко махнула рукой и отрывисто бросила. — Ведь я не говорила, почему я ненавидела ее. Это не мое дело. — Как ты добропорядочен, Марк! — Добрая старая новая Англия. А ведь теперь, когда она мертва, это станет всеобщим достоянием. — Я хочу сказать тебе кое-что, о чем никогда тебе не говорила. В поисках Тоби Джудит быстро глянула в сторону бунгалу. Но доктор Кент, который опять теребил телефон, позвал его в маленькую гостиную, чтобы посоветоваться. Фигуры обоих были видны в окне. Наступило ясное, безоблачное утро, и уже усиливалась жара. Трава отливала изумрудно-зеленым блеском, а под кронами темнели густые тени. От грунтовой дорожки, что тянулось до шоссе, шел запах земли. Марк и Джудит уединились в тени деревьев рядом с фонарем. — Когда Дан скончался, — сказала Джудит, — я была очень одинока. Затем она... — Джудит кивнула на старые стены дома, выкрашенные кокетливой розовой краской. — Она обосновалась тут. При желании она могла быть очень приятной, и на удивление много читала. Я многое почерпнула от нее, пока не поняла, что она с собой представляет. — То есть? Я обозвала ее шлюхой. Это ужасно плохое слово. Но я хотела сказать, что она была неразборчива в своих связях. Это чистая правда. Джудит смущенно поджала губы. Я никогда не осуждала ее за это, хотя должна была делать такой вид, когда разговаривала с женами других преподавателей на факультете. Нет, я этого не осуждала. И снова Джудит вскинула потемневшие голубые глаза, в которых Марк прочел желание быть понятой. Она была умной, хитрой и до ужаса жестокой. Если она могла унизить человека, то это ей доставало несказанное наслаждение. И я совершенно убеждена, что в физическом смысле она была холодна, как рыба. — Холодна? — недоверчиво взглянул на нее Марк. — Да, именно. — Не слишком ли ты усложняешь ее личность? — Нет, наоборот. Есть много женщин, похожих на нее. Просто это льстит их самолюбию, когда их считают великими любовницами. Вот и все. Джудит сжала губы. Рос любила позу. Она упивалась вниманием. А затем, заполучив очередного любовника, она делала вид, что испытывает невероятный экстаз, хотя для нее это было утонительной рутиной. Марк отбросил ее умозаключение. Что касается ее последнего завоевания, ты знаешь, кто это был? — О, я-то знаю. Но теперь это совершенно не имеет значения. — Не имеет значения? — В том смысле, о котором, как мне кажется, ты думаешь. Потому что этот человек никоим образом не связан с колледжем. Наступившая пауза громом звенела в ушах Марка. — Джудит, ты в этом уверена? — Иначе и быть не может. Я часто видела, как он ночью заходит в бунгало. Я даже видела, как они прокрадывались в изолятор колледжа, и она ключом открывала дверь. Джудит подобралась, подобно школьной учительнице, которой она когда-то и была, но ее колотила. — Я ужасно боюсь, — с легким румянцем на щеках добавила она, — что выгляжу, как шпионка. А это вовсе не так. Что бы люди ни думали, я не распространяю сплетен. Просто дело в том, что мне не спится. Я сижу у окна или иду бродить по колледжу. Вот так я их и увидела. У нее заметная фигура. Я не могла спутать ее ни с кем. — Кто же этот человек? Как его зовут? — Марк. — Ты, кажется, да. Меня очень интересует, кто это. Почему ты не хочешь его назвать? — Ну, имени его я не знаю. Но, скорее всего, многие его видели. Он молод, и его автомобиль бросается в глаза. Это тебе о чем-то говорит? — Пока нет. Молодой человек в броской машине, явление тут довольно привычное. Послушай, мы должны найти его. Марк, пожалуйста, не надо на меня давить. Когда я позволила себе эту глупую вспышку, это был всего лишь нервный срыв. Я действительно ненавидела Росс, и я это признаю. Но я не собиралась обвинять его. Я действительно не считаю, что он мог ее убить. Образно говоря, Марк понял, что нужно ударить по тормозам. — Ее никто не убивал, Джудит. Ты, конечно, слышала, как доктор Кент говорил о самоубийстве? — Да, слышала. Но, честно говоря, не могу в это поверить. — А ты? — Почему бы и нет? — Ох, Марк, как ты думаешь, почему я рассказала все, что ты сейчас слышал? И к тому же тебе. То есть, торопливо поправилась Джудит, заливаясь краской под рыжий копной волос, с глазу на глаз. Потому что этой истории недолго оставаться тайной. Потому что начнется расследование. И потому что эта женщина никогда, никогда, никогда не покончила бы с собой. Она слишком жадно любила жизнь. У него снова закружилась голова от дьявольских наваждений. — Послушай, Джудит, ты веришь, что она это сделала? — Позволь мне объяснить. Мы нашли ее в спальне с ножом в сердце. И дверь, и окна, как ты слышала, были закрыты изнутри. Проникнуть в комнату или выйти из нее можно было только через окно ванной. И что бы ни говорили другие, я готов свидетельствовать, что и оно было заперто изнутри. Снова наступило молчание. Джудит Уолкер вздохнула. — Да, признаю. — Должно быть, ты прав. она смотрела себе под ноги. Носком черной замшевой туфельки, над которой виднелась полоска белого нейлонового чулка, она задумчиво шевелила гальку. И когда, казалось, все было выяснено, и ее вздох был знаком согласия, Джудит внезапно вскинула рыжеволосую голову. Марк испытал желание отвести глаза. — Ты говоришь, дверь была заперта изнутри? На ключ? Не было никаких засобов и задвижек? Ничего подобного? — Нет. С чего бы им быть? — Потому что в старые времена, впрочем, не так уж давно, усмехнулась Джудит, и ты, и Сэм Кент, и даже бедный Дан умели решать такие проблемы. — Господи, да я сама слышала, как ты объяснял четыре приема, с помощью которых можно снаружи провернуть ключ в замке. И это еще не все. Дан мне все рассказал. Это правда? О чем? — О новых данных, выдохнула Джудит, по биографии Уилки Коллинза. — Казалось, что жара стала нестерпимой. Но этого не было. Марк не представлял, что может оказаться в таком ужасном положении. — Кажется, это было в 1868 году, — снова заговорила Джудит. Уилки Коллинз написал «Лунный камень», первый настоящий детективный роман, который весь был построен на намеках и загадках. Коллинз понимал, что ему удалось совершить прорыв. Своему американскому издателю он заявил, что пустил в ход кое-какие приемы, которые никогда раньше не употреблялись в литературе. Он был настолько полон энтузиазма, что задумал следующий роман о смерти в закрытой комнате. Она должна была выглядеть как самоубийство, но на самом деле жертва была убита. Это правда? Я он запланировал новый роман на 69-й год, сказала Джудит, и рассказал о замысле в нескольких письмах к Диккенсу. Точно так же, как рассказывал о лунном камне. И ты получил эти письма к Диккенсу вместе с набросками Коллинза, из которых можно понять, что он имел в виду. Это правда? Да, в основном правда. И он так и не написал этого романа? Нет, не написал. Марк, я сказала что-то ужасное. Что с тобой? Джудит, мы с женой единственные два человека, которые знакомы с замыслом этого ненаписанного романа. И ты намекаешь, что один из нас виновен в убийстве Рос Ле Стрэндж. Думаешь, дверь была заперта при помощи фокуса, придуманного покойным писателем? Солнце поднималось все выше, и тень кроны букового дерева, под которым они стояли, густела и укорачивалась. По контрасту с черным платьем и рыжими волосами бледность, покрывавшая лицо Джудит, становилась все заметнее. Застыв на месте, она почти не дышала. Ее темно-голубые глаза стали черными. Помолчав, она сказала, что это нелепое выражение, трюк, придуманный покойным. Она с трудом сглотнула комок в горле. Марк, боюсь, я спорола очередную глупость, но я как-то не задумывалась. Я не могла представить себе, тут было невозможно воспользоваться этим приемом, что бы он собой не представлял. Ты сам говорил, что ключ надо всего лишь повернуть в замке. И есть самые малые четыре способа, как снаружи провернуть его. А что, если ключ не поддается? Как и оконные задвижки? Но это невозможно. почему же? Засунув в кармане сжатые кулаки, Марк задумался. Надо признать, что Уилки Коллинз никогда не был крупной литературной фигурой, но он обладал гибким изобретательным мышлением и так мастерски придумывал сюжеты, что ему завидовал сам Диккенс. Не стоит думать о нем, как о чинном викторианце в очках и с бакенбардами, каким он кажется Тоби Саундерсу. Он был раскованным богемным человеком, который ненавидел чопорность и открыто содержал любовницу у себя в доме. И если я прав относительно стука мертвого человека... Стука мертвого человека? Так должна была называться книга, которую он задумал? Да. Как он обдумывал идею, как и почему бросил ее, все это может быть едва ли не самой увлекательной историей викторианской литературы. В детективный роман он решил попытаться ввести новый прием запертой комнаты, чего никто не делал ни до него, ни после. И ты... ты знаешь, в чем был его замысел? В этом-то и беда. Если бы я знал его от и до, или же наоборот ничего о нем не знал, я мог бы защищаться. Но я знаю об этом достаточно много, скажем, три четверти, и тем самым могу обеспечить себе серьезные неприятности, если об этом разнюхает полиция. Твой муж Джудит был моим шефом на факультете английской литературы. Под большим секретом я рассказал ему об этой истории, но ничего не знаю о том, что он поведал о ней кому-то еще. Марк стиснул зубы. Но в любом случае на тебя я не могу налагать никаких обязательств, тем более в этой запутанной ситуации. Ты имеешь право рассказать полиции все, что знаешь, если считаешь, что это пойдет на пользу. Джудит невольно схватила его за руку. Выдать тебя? Ты считаешь, я способна выдать тебя? Марк неожиданно раздался знакомый голос. Где Бренда? Ему показалось, что сердце подскочило до самого горла. Он не слышал, как по песчаной дорожке, тянувшейся от красного коттеджа, подошел Тоби. Теперь он стоял под солнцем на границе тени, падающей от дерева, держа руку козырьком у глаз. Можно было только догадываться, что именно он слышал. За его спиной Марк увидел выходившего из дома доктора Сэмуэла Кента с трубкой во рту. Вот тогда он в первый раз почувствовал, как вокруг него смыкается кольцо врагов, которые были близкими друзьями, стремящимися всего лишь помочь ему. — Где Бренда? — переспросил Марк. — А почему ты спрашиваешь? — Кончаю виливать, — нахмурился Тоби. — Если тебе нечего сказать ни мне, ни начальству, он ткнул большим пальцем в сторону доктора Кента, который как раз приостановился на дорожке, — звони к себе домой. Сейчас десять минут девятого. Если Бренда дома, она ответит. Где она? — Что вам за охота действовать мне на нервы, Тоби? Зачем мне звонить домой? — Ну, если ты против, не звони. — Послушай, Марк, Бренда решила провести свободные дни у своей старой подруги в городе. Забыл, что я тебе рассказывал? — Нет. — Нет, ты мне ничего не говорил. — Бренда никуда не собиралась, когда прошлым вечером мы с Кэролайн были у вас. — Да ведь и вы не собирались оставаться на ночь в доме у Кэнтов, но остались. Объясни-ка мне свое странное поведение. — Марк, чего ты излишься? Отвяжись. — Ладно, — уступил ему Тоби и тут же снова завелся. — Не собиралась ли Бренда по пути в Вашингтон останавливаться у этого бунгало? — Нет. — Конечно же тогда почему ты предполагал утром найти ее здесь? Это всего лишь вопрос. И не лезь попусту в бутылку. Нет, Тоби замолчал. Его взгляд скользнул мимо Марка и остановился на Джудит Уолкер с таким странным выражением, что Марк обернулся. Пальцы Джудит снова раз за разом прикасались к талии, словно она мучительно пыталась понять, что же она потеряла, но наконец она удивленно уронила руки. Тоби Саундерс, что ты так смотришь? Ничего серьезного. Я всего лишь потеряла пояс. Пояс, повторил Тоби, он схватился за свой ремень. Тоби, Тоби, я говорю не о кожаном ремне с металлической пряжкой, как у тебя, а о матерчатом пояске от этого платья. Джудит смущенно заторторила своим хрипловатым голосом. Когда становится жарко, я снимаю его, или когда сижу за рублем, он начинает давить, поэтому я его развязываю, порой он может незаметно сползти. по лицу Тоби скользнула тень какого-то непонятного выражения, но голос у него был мягкий и вежливый. Прости, Джудит, и ты прости меня, Марк, если я задел тебя. Ну, ради Бога, пойди и переговори с шефом, согласен? Я тоже должна идти, сказала Джудит. Честное слово, мне надо уходить, но она не сдвинулась с места, оставшись стоять под деревом и глядя вслед Марку, который двинулся по дорожке, Тоби последовал за ним. Стоя у входных дверей коттеджа, Сэмуэл Кент курил трубку. Марк, торопливо обдумывая линию обороны, улыбнулся им обоим. Похоже, все мы немного вышли из себя, объявил он. Прошу прощения, Тоби. Тем не менее, как я уже говорил, имеется очень простое объяснение поведения бренды и моего. Поскольку мне бы не хотелось снова видеть вашу саркастическую реакцию, не стану опять излагать историю о своем сне. И не надо, вынув трубку, произнес доктор Кент. Марк остановился и помолчал. «Прошлым вечером в моем доме», заговорил он, «Тоби во всех деталях описал, лучше сказать, нарисовал, как мисс Ле Стрэндж теоретически могла совершить две попытки настоящих или театрализованных убийства в спортзале. Это было не просто наглядно, от теории Тоби мороз шел по коже. Она ужасно испугала Бренду, призная, что она и меня обеспокоила. Ты согласен, Тоби? Да, не глядя на него, боркнул Тоби. Марк повернулся к доктору Кенту. Бренда была так перепугана соседством убийцы, что поехала к Джейн Гриффит на Коннектикут- Возьметесь ли вы осуждать ее? Я остался сидеть у себя в кабинете, курил подобно вам трубку за трубкой, пока к четырем утра не добрался до кровати и не заснул одетым. Марк передернул плечами. Чтобы объяснить мой ночной кошмар, нет необходимости прибегать к помощи доктора Фрейда. Во сне я увидел, как мисс Лестрейндж, одетая в спортивный костюм, набросилась на бренду, чтобы сбить ее с ног или задушить. Все это происходило здесь, в темном коттедже. Помните, я вам рассказывал об этом? Смутно пробормотал Тоби. Доктор Кент кивнул. Когда ужас во сне достиг апогея, продолжил Марк, внизу зазвонил телефон. Я был еще во власти ночного кошмара, когда мужской голос произнес слова, она это сделала. И это случилось. И все остальное, что я подумал? Что подумал бы любой на моем месте? Поскольку я был в одежде, вылетел из дома и прямиком направился сюда, ходя толком, так и не проснулся. Если вы спросите, почему я настаивал, чтобы вы держали открытой дверь спальни, я не смогу объяснить. Думаю, что минуту-другую после нашего появления здесь я еще был в полусонном состоянии. Марк попытался успокоить дыхание. Даже тогда я сказал, что, наверное, все в порядке, однако мы все должны разобраться. Разве вы никогда не испытывали наяву бредовое, но живое впечатление, заставляющее, скажем, пойти проверить, потушили ли вы свет и выключили ли радио. Марк вытащил руки из карманов, но не знал, что с ними делать. Он не знал, поверили ли ему собеседники или нет. Тоби стоял, по-прежнему отвернувшись. Сэмуэл Кент хранил на лице невозмутимость сфинкса, задумчиво курил. «И это все?» спросил он, снова вынимая трубку изо рта. «Это все?» «Вы даете честное слово?» «Все», соврал Марк, «даю честное слово». Тем не менее, он все же не мог утверждать, что они ему поверили. И Тоби, и доктор Кент хранили молчание, как и Джудит Уолкер, которая, стоя в двадцати с лишним футах, продолжала смотреть на него. Солнечные лучи обжигали все сильнее. «Ну что ж», сказал наконец доктор Кент таким тоном, что Марк облегченно перевел дыхание. «Ну что ж, так тому и быть. Полиция, думаю, мне поверит». «Поверит вам?» переспросил Марк. Сэмуэл Кент с легким раздражением посмотрел на него. «Да». «Это дело административного отдела и не имеет ко мне отношения. Но доктор Хьюитт попросил меня до возвращения декана заняться им. Я звонил и ему, и к себе домой. Нет, нет, я не сказал ничего лишнего, кроме того, что случилось небольшое дорожное происшествие и что мы задерживаемся. «И наконец я позвонил в полицию. Из чего следует Марк, что вам надо немедленно отправляться домой?» У Марка была далеко не одна причина, по которой он спешил оказаться дома. Но он посмотрел на Кента с недоверием. «Вы сомневаетесь в том, что я смогу им все объяснить? Вы опасаетесь, что я введу полицию в заблуждение? — Фу, да нет же, чушь!» запротестовал доктор Кент, выпустив клуб дыма. «Так в чем же дело? Просто идите домой и оставайтесь там. Если полиция после разговора со мной нанесет вам визит...» «Да». «Вот тогда все им и расскажите. мы считаем, что смерть этой женщины наступила в результате самоубийства?» Внезапно Марк понял, что эта точка зрения становится уже официальной версией, хотя никто из них в нее не верит, но они старательно подгоняют задачку к ответу, и ведь об этом свидетельствуют вещественные доказательства. «Если хотите, изложите им свою собственную историю, как вы рассказали ее мне». «А теперь идите!» «Полицейская машина вот-вот прибудет», доктор Кент явно нервничал. И действительно, при этих словах на Харли-Лейн со стороны колледжа Веню выехала машина. Вид у нее был достаточно потрепанный и ветхий, потому что она была старше даже автомобиля покойного доктора Уолкера. За рулем сидела Кэролайн Кент. Ее появление могло спутать карты, мужчины были поражены. «Черт, побери эту девчонку!» воскликнул доктор Кент, имея в виду свою дочь. «Я не хочу резко разговаривать с ней, но ей здесь не место. Но почему ей захотелось сесть в мою машину?» Тоби резко развернулся. «Послушайте, сэр, пусть вам это и покажется странным, но Кэролайн уже выросла, ей двадцать семь лет, в сентябре она вышла за меня замуж. Вам не кажется, что она уже достаточно взрослая, чтобы управлять этой консервной банкой?» Доктор Кент яростно выбил пепел из трубки. «Эта машина, молодой человек, может, и состарилась, но никогда и ни от кого она не слышала таких оскорбительных определений. Будьте любезны, выбирайте выражение, хорошо, хорошо. Но я хотел бы сказать, я не хочу излагать здесь свою точку зрения на воспитание. Это делает моя жена. Даже сегодня стоит Каролайн или ее брату удалиться от границ колледжа на сотню ярдов, как Ленора начинает страдать, что дочь ее сейчас схватит торговцы белыми рабынями, а сын станет жертвой дьявольского искушения алкоголем. Черт побери, Марк, вы еще здесь? Опасаясь поддаться желанию выпалить слова, о которых он потом будет сожалеть, Марк торопливо направился к дому. Едва Каролайн припарковала машину, Джуди Туолкер выложила ей потрясающие новости. Было невежливо уклониться от встречи, но Марк решительно пересек газон по диагонали. Издалека он заметил, как Каролайн вскинув голову, вытаращила глаза и растерянно уставилась на бунгало. «Заколото!» выкрикивала она. «И лежит в кресле? Что за нож? Нет, нет, кинжал! И вовсе не в кресле! Твой отец сказал...» Марк кинулся бегом. «Сейчас главное найти Бренду, решил он, хотя бы связаться с ней по телефону. Если ее будут допрашивать, они должны согласовать свои показания». Конечно, прошлой ночью она и близко не подходила к красному коттеджу. Он может за нее поручиться устно и письменно. Марк был небрит и забыл о завтраке. Мысли его были в таком же беспорядке, как и одежда, о которой он, конечно, не думал. На фоне происшедшего его даже не очень беспокоило, что им с Брендой может не удастся согласовать свои версии. Он хотел только поговорить с ней, услышать ее голос и положить конец с этой бессмысленной ссори. Он оставил незапертой входную дверь. Обычно по вечерам, отправляясь спать, он запирал ее, но, случалось, забывал это сделать, как забыл прошлым вечером. Он торопливо пролистал телефонный справочник, нашел Джейн Гриффит и, набирая ее номер, уже представлял, как услышит голос Бренды. В трубке звучали монотонные гудки. Марк, не зная, что делать, растерянно посмотрел на телефон и вдруг услышал сонный, хрипловатый голос, в котором не чувствовалось особой радости. Джейн? Это Марк Рутвен. Кто? Марк Рутвен. Он привык произносить свою фамилию на шотландский манер, тогда она звучала как Рувен, из-за чего порой и возникали сложности. Только не говори, что не помнишь меня. Ох, Марк, привет! Но почему тебе вздумалось в середине ночи будить девушку? «Прости, Джейн, но могу ли я поговорить с Брэндой? С кем?» Наступило молчание. Он вздрогнул от тревожного предчувствия. Еще не услышав слова, Джейн, он их угадал. «Но Брэнды здесь нет, Марк. Ее и не было. С чего ты взял? Разве она не с тобой?» Глава восьмая Этим же воскресным вечером едва только минуло девять часов и стали сгущаться сумерки, появление небезызвестного шутника внесло смятение и страх в атмосферу новой библиотеки Куин-Колледжа. Оно-то и завершило этот непростой день. Доктор Арнольд Хьюитт, мастер Куин-Колледжа, отказался отвечать на вопросы полиции и прессы. Студенческое сообщество с трудом воспринимало доктора Хьюита как члена преподавательского коллектива, хотя он гордо именовал себя Септимусом Хьюиттом, профессором латыни и читал два великолепных курса, один о поэтах, драматургах и историках, а другой о средневековой латинской прозе и версификаторстве. У него была лысая голова, длинная жилистая шея, маленькие глазки, раздраженно глядящее поверх половинок очковых линз, он производил впечатление одновременно проницательного делового человека, каковым и был, а также светского льва, даже в какой-то мере Дэнди, каковым он тоже являлся. Уединившись в своем кабинете в большом доме с белыми колоннами, стоявшем в самом конце колледжа веню, доктор Хьюитт общался только по телефону. Пока еще ему нечего сказать, заявил он, в данный момент дело в надежных руках его заместителя, который находится в красном коттедже. У самого же коттеджа в это утро собралось столько полицейских и журналистских машин, что добрую часть дня по Харли-лейн было ни проехать, ни пройти. Хотя в воздухе носились многочисленные слухи и сплетни о жизни Рос Лестрейндж, о том, какой она была, откуда появилась и так далее, полиции и прессе понадобилось порядка трех часов, дабы выяснить все ее данные. Мисс Лестрейндж, родившаяся в Балтиморе тридцать один год назад, была дочерью старого Ника Лестрейнджа, которому принадлежал на побережье целый ряд газет. Она окончила школу в Нью-Йорке и продолжила образование в Швейцарии. Когда в 1938 году старый Ник умер, газетную империю продали, а деньги были поделены между Роз и ее матерью, которая, впрочем, тоже скоро отправилась в мир иной. У всех членов этой семьи были нездоровые психопатические наклонности, гласил рапорт. Ее дедушка покончил с собой, отравившись стряхнином, и смерть его была нелегкой, поскольку стряхнин оказывает весьма болезненное воздействие. Больше не удалось выяснить никаких скандальных данных, связанных с мисс Лестрейндж, не было даже намеков на ее похождение. Узнали только, что она три раза была обручена, и каждый раз помолвка разрывалась по инициативе мисс Лестрейндж. Среди разговоров, гуляющих на Харли-Лейн, все громче стало произноситься слово «самоубийство». Арнольд Хьюитт был прав, сказав, что дело находится в надежных руках. Те, кто сомневались в словах мастера, никогда не видели доктора Сэмуэла Кента в аудитории. Бесстрастный и невозмутимый, он спокойно стоял под шквалом вопросов со стороны молодых слушателей, аргументированно и убедительно отвечая на каждый из них. Таким же образом, хладнокровно и терпеливо, он встречал град вежливых, но настойчивых вопросов детектива лейтенанта Хендерсона. Оружием в данном инциденте его идентифицировал доктор Кент был кинжал восемнадцатого столетия с узким обоюдоострым стальным лезвием и тонким сходящим на нет острием. У него была серебряная рукоятка и серебряные же ножны, инкрустированные природным жемчугом. Кинжал был в идеальном состоянии отполированный и заточенный. Смерть, как примерно определил судебный медик, наступила между часом и тремя часами утра в воскресенье плюс-минус полчаса. Когда тело увезли для вскрытия, атмосфера немного разрядилась. Откровенно говоря, к описанным событиям можно было добавить еще кое-что. Привычки доктора Кента были хорошо известны обитателям Куин-Колледжа, но не людям со стороны, и сейчас они веселили даже лейтенанта Хендерсона и вызывали насмешливые улыбки со стороны репортеров. Когда доктор Кент читал свою знаменитую серию лекций о стертах и тюдорах, он, увлекаясь, постоянно снимал и надевал свои очки в роговой оправе. И каждый раз он, глубоко погруженный в предмет разговора, вытаскивал из кармана пакет бумажных платков, рассеянно вынимал один листик, серьезным видом протирал очки и, водружая их на переносицу, отбрасывал салфетку. После тридцати лет пребывания в колледже он уже перестал веселить аудиторию, его привычку даже не замечали. Но когда он, расположившись в гостиной с чиппендейловской мебелью и, по всей видимости, забыв, где находится, отвечал на вопросы лейтенанта Хендерсона и прессы, его манеры произвели такой эффект, что лейтенант был вынужден грохнуть кулаком по столу. Итак, о кинжале. Лейтенант хотел бы выяснить, уверен ли свидетель, что кинжал принадлежал мисс Ле Стрэндж. Доктор Кент был уверен. Хорошо. Но почему он был всегда отполирован и отточен? Доктор Кент не мог ответить на этот вопрос. Тем не менее, когда они с женой однажды обедали у мисс Ле Стрэндж, та упомянула, что просто обожает остро отточенную сталь. Далее. Не производила ли она, как бы это сказать, впечатление странной женщины? Доктор Кент предпочел бы не употреблять это выражение странное, в то же время, учитывая, что ему довелось услышать об истории ее семьи, да, спасибо. Именно это лейтенант Хендерсон и имел в виду. Но какова была причина того, что, расположившись перед зеркалом, она нанесла себе смертельный удар ножом в сердце? Так редко поступают женщины-самоубийцы. Она была в глубокой депрессии? Или ее что-то беспокоило? Может, дело было в ее приятеле? На этом этапе допроса вмешалась одна из тех случайностей, которые в равной мере могут и помочь расследованию, и помешать ему. Появился сержант Биллингс в сопровождении миссис Джудит Уолкер, которую он заставил явиться лишь на том основании, что она была единственной соседкой покойной и могла что-то знать. Реакция рыжеволосой миссис Уолкер, когда она услышала последний вопрос, была столь недвусмысленной, что лейтенант Хендерсон все свое внимание сосредоточил исключительно на ней. У него нет намерения причинять мадам беспокойство, он постарается быть предельно кратким, испытывала ли покойной леди интерес к какому-то конкретному мужчине. В общем-то, да, признала миссис Уолкер. Не будет ли она так любезно уточнить свой ответ? Первым делом миссис Уолкер сочла своим долгом подчеркнуть, что в отношениях мисс Лестрендж и этого молодого человека не было ничего недостойного или порочного, мисс Лестрендж легко поддавалась переменам настроения, могла впасть в депрессию даже из-за сущего пустяка. Это, конечно, любопытно, но кто же этот человек? Лично с ним миссис Уолкер незнакома, но может описать и его самого, и его автомобиль. Навещал ли он мисс Лестрендж прошлым вечером? Нет. Кто-нибудь был вечером у мисс Лестрендж? Нет. Кажется, миссис Уолкер замялась, прежде чем ответить «Не так ли?» Нет. Последний односложный ответ прозвучал как удар колокола, возвещавшего об опасности. Это был лишь фрагмент допроса доктора Кента и миссис Уолкер. Он начался в половине девятого утра и продолжался до двадцати минут шестого, когда Тоби Саундерс позвонил Марку Рутвину и сообщил ему последнюю информацию. Тоби, которому доктор Кент, как и Марку, не позволил присутствовать при допросе, тем не менее затесался в собравшуюся толпу. Ему, хотя и не без труда, удалось протолкаться к широко открытым окнам и подслушать большую часть вопросов и ответов. В перерывах он забегал в дом к Джуди Туолкер и звонил Марку, что он сделал и сейчас. «Святые угодники!» произнес Тоби и зашел со хриплым кашлем. Джудит и старик просто спасают колледж. Они описывают нашу роз как мягкую, чистую и совершенно невинную девушку, правда несколько неуравновешенную, в силу чего ей и захотелось всадить себе кинжал в грудь. «Ты же сам утром говорил, что это было самоубийство!» «Официально я так и буду говорить!» в голосе Тоби мелькнула и пропала откровенно неприязненная нотка. «Во всяком случае, кем я восхищаюсь, так это стариком». Он говорит уже несколько часов, у него и крошки во рту не было, пока Хендерсон не послал в аптеку за сандвичами и кофе, и тем не менее, он не соврал ни в едином слове. Сплошные подтексты. «Кстати, ты побрился? Привел себя в приличный вид?» «Да, это бесконечное ожидание действует мне на нервы. Когда полиция возьмется нас допрашивать?» «Они не выразили такого желания, во всяком случае, пока». «Ты не забыл, что именно мы нашли тело?» «Нет». «Но доктор Кент все объяснил. Мы с ним прошлись до Куиншевена, чтобы купить утренние газеты, это правда. Что же до тебя? Какой-то таинственный человек в панике позвонил тебе и сказал, что Росс Лестрандж покончила с собой. Естественно, как ее приятель, ты тут же кинулся к ней домой». «У тебя есть возражения против такого объяснения?» «Никаких». «Если забыть о том, что оно не соответствует истине». «Разве что-то изменится, если ты дословно повторишь мои слова», с мольбой произнес Тоби. «Лучше всего ничего не усложнять, Марк. Не искушай судьбу. Кроме того, если не считать одной детали, которая меня беспокоит, все факты указывают на самоубийство. Даже книга, которую Росс читала перед тем, как заколоть себя. «Да», Марк был заинтригован, «Да». «Это был роман, женщина в белом твоего друга с бакенбардами викторианских времен, о некой странной одинокой женщине по имени Энн Катерик». Марк набрал полную грудь воздуха. «Кстати, Тоби, как называлась книга, которую мисс Ле Стрэндж одолжила у меня прошлым вечером?» «Господи, да я же тебе только что сказал, она называлась «О, нет, подумай». «Судя по твоему рассказу, пока вы ее везли домой, ты должен был видеть заголовок. Если ты не заметил, то видела Кэролайн, как и Бренда, так что вспомни». Долгая пауза. Было слышно дыхание Тоби. «Ноже, Тоби, название». «Что-то вроде Армадейл», прошептал он, «Верно?» «Она взяла ее домой». И вдруг в середине ночи, или точнее ближе к утру, кто-то забирает из спальни экземпляр Армадейла с моими заметками и подменяет моим же экземпляром женщины в белом с моими же примечаниями. Послушай, Марк, чего ради кому-то этим заниматься? Не могу сказать, понятия не имею. «Может, Рос сама...» «О, нет, не получается». «Когда этим утром мы нашли мисс Лестрендж, если помнишь, кровь уже засохла и тело остыло, как ты сам мне рассказывал, врач определил время смерти между часом и тремя утра плюс-минус полчаса. но...» «Следи за моей мыслью». Бренда уехала отсюда примерно в десять минут двенадцатого. Мой экземпляр женщины в белом оставался на месте. Как я уже говорил тебе, я тут же поднялся в кабинет и сидел там до четырех утра. Ты понимаешь, что это значит? «Я не дурак, Марк». «Правильно». Это значит, что кто-то вошел в дом — парадная дверь оставалась открытой — когда я пошел спать в четыре утра. Кто-то взял с полки в моем кабинете женщину в белом и подменил ею другую книгу. Вернувшись утром, я поднялся в кабинет и все проверил. Мой экземпляр Армадейла с вырванным титульным листом и полудюжиной первых страниц вернулся на полку. «Может, ты сам ошибся?» «Я не мог, Тоби». «Еще вопрос. Почему были вырваны безобидные страницы?» «Я не знаю, но это случилось». «Успокойся, Марк». «Надо ли нам все это рассказывать копом?» «Нет, не надо. Я рассказал тебе все это лишь потому, что ты вбил себе в голову, будто у меня был серьезный роман с Росс Ле Стрэндж. Ты мог бы подумать, что я имею какое-то отношение к ее смерти. Но ты достаточно хорошо знаешь меня, чтобы понимать. Я никогда не стал бы откалывать такие глупые номера с подменой книг. Был ли я ее любовником или не был? Давай внесем ясность, Марк. Я никогда и не думал, что это ты убил ее. Значит, ты подозревал Бренду, так? По коже головы Марка побежали холодные мурашки, отчего, образно говоря, волосы стали дыбом. Марк испытал сильнейшее нервное напряжение. Так, Тоби? Я этого не говорил, еле слышно ответил Тоби. Но скажу вот что. Бренда прошлой ночью могла, убить Рос. И причиной тому мог быть ты. Холодные мурашки побежали за шиворот. Бренда никогда не отсутствовала так долго, дом никогда не казался таким пустым. Даже миссис Партридж, которая приходила в конце недели помогать с уборкой и готовкой, в это воскресенье не появилась. «Напряги мозги, Тоби», очень спокойно сказал Марк. «Из ревности женщина редко убивает другую женщину. Они стараются даже не показывать виду. Они для этого слишком горды. У Бренда же вообще не было никаких причин для обиды. Ты сказал, что Джуди Туолкер сообщила полиции об имевшемся у Рос Ле Стрэндж приятели. Утром она и мне доверительно рассказала об этом. Можешь быть уверен, что им был не я. Ты думаешь, что у Рос был только один такой? Тоби, подумай. Когда Джуди даст полное описание этого молодого человека, и мы узнаем, кто он такой, в телефоне раздался хриплый стон. Марк, о чем ты говоришь? Он нам уже известен. Ты знаешь, кто он такой? Да. Джудит подробно описала его копом, и его легко опознать. Неужто? Симпатичный и так далее, примерно лет двадцати трех, всегда улыбается. Волосы то ли темно-русые, то ли каштановые, между зубов Щербинка, ездит на красно-желтом Кадиллаке. Его старик, один из основных спонсоров колледжа, зовут его Чедвик, Фрэнк Чедвик. Последовала пауза. Марк, Марк, ты еще здесь? Я слушаю. Вот это как раз то, что меня беспокоит, вздохнул Тоби. Этот Чедвик неприятная личность, просто не может вынести, если женщина предпочитает ему кого-то другого, обожает рассказывать, что едва ли не каждая бегает за ним. Когда копы возьмут его в оборот, он изрядно повеселит их, поведав о том, что Рос была отнюдь не олицетворением невинности. И с грохотом рухнет вся версия, которую так старательно выстраивал Сэм Кент. А этот лейтенант Хендерсон далеко не дурак. Марк, у тебя есть что добавить? Нет. Что тут можно сказать? Я согласен, что дела обстоят не лучшим образом, но мы можем выкрутиться. Да, надеюсь. Если это все, Тоби, обожди, что с тобой творится? Ничего особенного. Спасибо за информацию. Сейчас я найду себе что-нибудь перекусить и пойду в библиотеку, то есть в библиотеку колледжа. Да, я знаю, что по воскресеньям она закрыта, но я помощник библиотекаря, и у меня есть ключ от боковой двери. Если я буду нужен, меня можно будет найти там. Еще раз спасибо, Тоби. Пока. он остался стоять у столика с телефоном. За аркой, ведущей в гостиную, он видел кресло, в котором прошлым вечером сидела Бренда в своем белом платье без рукавов с пурпурным пояском и в красных туфельках. Каштановые волосы падали ей на плечи. Тоби сказал бы, до какой степени отупения человек может дойти. Бренда вовсе и не собиралась навещать Джейн Гриффит. Это означает, что она отправилась в апартаменты Фрэнка Чедвика. Марк схватил вашингтонский телефонный справочник и, торопливо пролистав из страницы, добрался до буквы Ч. Затем остановился, резко захлопнул книгу и очень осторожно вернул ее на полку под столиком. «Ну и пусть ее», вслух сказал он и отправился на кухню сделать себе что-нибудь поесть. Правда, кусок не лез ему в горло. Потом он не мог даже припомнить, что стояло на столе. Но это заняло много времени. Засунув в карман пиджака три трубки, он одну за другой набивал их и выкуривал. Затем вернулся к кухонному столу и стал смотреть, как за маленьким окном над рукомойником угасает свет дня. Потом он поднялся в свой кабинет, где, расположившись в мягком кресле, уставился на шкаф, в котором хранились материалы к биографии писателя. он сидел так, пока сгустившийся сумрак не заставил его решительно встать. Марк взглянул на часы, взяв из шкафа несколько документов, он положил их в картонную папку и ссунул в карман. Пора идти. Поскольку Куин-Колледж располагался сразу же за улицей, на которой он жил, его парадные ворота были всего в пятидесяти яртах справа от дверей его дома. Миновав их, Марк неторопливо двинулся по длинной и широкой пологой дуге гравийной дорожки. Он прошел мимо темных спален северного и южного Мальборо с одной стороны и мимо административного корпуса и зала Вебба с другой. За ними тянулись просторная лужайка с редкими деревьями, от которой шел теплый запах свежескошенной травы. Марк обогнул ее, направляясь по тропинке к западному крылу новой библиотеки. Оба крыла выходили на лужайку. В полумраке были видны очертания каменной статуи основателя на массивном гранитном основании. Из освещенных окон каких-то комнат, то ли основателя, то ли Эдисона или Харли, на зеленую листву падали отблески. Их сияние усиливало ощущение одиночества человека, которого преследовали страхи и воспоминания. Кажется, он должен был бы лелеять воспоминания, но тем не менее. Окончив Куин колледж, он получил магистрскую степень в Крайст Чарч в Оксфорде. И на танцах, которые устраивали тут в спортивном зале, он встретил бренду. Снова накатили гнев и боль. Они подмяли под себя все остальные ощущения, и он не узнавал даже знакомые картины. Он испытывал беспокойство, волнение и смутный страх, источника которого он так и не мог определить. «Господи!» громко пробормотал он, «если с тяжелым голом старые часы на куполе башни основателя уронили в тишину первый из девяти ударов? Лишь когда они перестали отбивать время, и встревожные птицы, устраивавшиеся на ночлег успокоились, Марк почувствовал, что пришел в себя. В густых кронах снова воцарилась тишина. Он сошел с тропинки и пересек газон, направляясь к северо-западному углу новой библиотеки. Там располагалась маленькая боковая дверь, от которой у него был ключ. И в этот момент мимо него скользнула какая-то фигура. «Кто это?» окликнул он. Он не был уверен, что она ему не привиделась. Дорожка, с которой он только что сошел, повернув налево, вела мимо Беркли-Холла к изолятору, к теннисным кортам, к футбольным и бейсбольным полям. Похоже, решил он, что тут никого нет, но вдруг на фоне темной кирпичной стены рядом с боковой дверью он увидел то, что ему показалось лицом без туловища. «Кто это?» снова спросил он. «Вы испугали меня!» ответил хриплый голос Джудит Олкер. «Джудит, что вы здесь делаете? Вы испугали меня! Или точнее, меня испугал какой-то звук, который мне послышался!» «И кроме того...» она помолчала. «Я должна была увидеть вас! Тоби Саундерс сказал, что вы весь вечер будете тут!» Марк вынул из кармана кольцо с ключами и подошел к боковой двери. Мягкая трава приглушала шаги. Появились очертания плеч и шеи. Темное платье, сливаясь с каменной кладкой, скрывало их. «Прошу вас, поверьте, Марк, как правило, я никогда не приближаюсь к лужайке, даже во время летних каникул. Я никогда этого не делала. Но я должна сказать вам нечто исключительно важное. Могу я поговорить с вами? Естественно!» Марк нашел на кольце нужный ключ. Он был куда крупнее, чем ключ от машины или ельский. Он отомкнул дверь и широко распахнул ее. «Заходите в библиотеку, а я включу там свет». «Стоит ли?» «Заходить в библиотеку?» «Почему бы и нет?» Она подошла к нему. Небо еще было светлым, и сквозь высокие стрельчатые окна новой библиотеки, выходящие на восточную сторону, пробивалось достаточно света. Тут у северной стены можно было еще без труда читать. «Вот что я должна вам рассказать». «Да, это относительно полиции. Сегодня они не смогли выудить у меня признание, но я ужасно беспокоюсь из-за завтрашнего допроса. И будет только благородно избавить вас от излишнего волнения. Поэтому я и пришла предупредить вас, но, видите ли, пусть даже я здесь, я не могу этого сделать. Не могу». Джодит запнулась и опустила голову. Внезапно он с предельной остротой осознал ее физическое присутствие. Ему казалось, что он скорее ощущает, чем слышит ее дыхание. Она подняла взгляд, чтобы объясниться. В широко открытых глазах застыло странное выражение. Она поняла, что именно он сейчас чувствует, и это отразилось в ее взгляде, словно их мысли с необоимой силой подтянулись друг к другу. Казалось, она была готова отпрянуть, но потом покорно застыла на месте. И тут в темном проходе библиотеки что-то мягко упало с высоты на пол. Дверь медленно закрылась. Джудит, поперхнувшись вскриком, вырвалась из его рук и резко отшатнулась. Прошло еще несколько секунд, прежде чем она смогла заговорить. Я это знала. Я слышала в библиотеке кто-то есть. Глава девятая Человек, считающий себя цивилизованным созданием, убежден, что умеет держать в узде свои инстинкты, контролировать свои мысли и чувства. Это не так. Единственным инстинктивным желанием Марка после того, как он испытал эмоциональное потрясение от близости тела Джудит, была потребность избавиться от этого навождения, стереть его с лица земли. Сделав два быстрых шага вперед, он с силой настежь распахнул дверь. Она ударилась у деревянную стенку массивного книжного шкафа и отлетела обратно. Марк шагнул прямо в темноту. На какое-то мгновение он застыл в ожидании, после чего, пошарив по левой стенке, нажал верхний из пяти выключателей, контролировавших освещение в дальнем конце новой библиотеки. Две тусклые лампочки под колпаками зеленого стекла осветили длинный узкий проход между стеллажами. Всего их было пять, и они тянулись параллельно друг к другу, обрамленные высокими рядами книг с обеих сторон. Наверху полок стояли потемневшие от времени бюсты. Марк посмотрел направо, куда от двери тянулась еще одна стена книг. На полке в семи футах от пола он увидел единственный зияющий проем и тяжелый том, который, раскинув крылья переплета, вверх корешком упал на пол, взметнув облако густой пыли. Нервное напряжение заставило его издать смешок, который тут же, когда он взял себя в руки, превратился в глухой хрип, комом застрявший в горле. «Здесь никого нет», сказал он. «И никого не было. Подойди и убедишься». Джудит, которая уже успела выскочить на газон, не сдвинулась с места. «Иди и посмотри», продолжал раздраженно настаивать Марк. «Такое случалось тут и раньше». Джудит, с силой прижимая ладони к щекам, стояла не шевелясь. «Говорю тебе», он едва не сорвался на крик, но сдержался, «когда человек берет книгу с высокой полки и ленится принести лесенку, он, ставя книгу обратно, задвигает ее только наполовину, а я только что слишком сильно распахнул дверь, помнишь? Я, книга пошатнулась, но еще не упала, а тут дрогнула полка, сквозняк и все такое, и через минуту или около того она свалилась, а когда книга упала, дверь, посмотри, он коснулся двери, ее старая покоробившаяся и потрескавшаяся панель качнулась на смазанных петлях и закрылась сама по себе. Пожалуйста, поверь мне, Джудит, тут нечего бояться. Нечего? переспросила она, словно отвечая на какой-то другой вопрос. Кстати, ты думала, почему Тоби рассказывал о том шутнике в спортивном зале? Или ты не слышала эту историю? Не слышала? Да все только о ней и говорят. Хриплый голос Джудит прервался едва ли не всхлипом. Она опустила руки. Это идиотское изображение статуи основателя, намалеванное светящейся краской. Глупые проделки, чтобы напугать бедного старика и шестнадцатилетнего мальчика. Миссис Хьюитт, миссис Кент и миссис Мэйсон не могут ни говорить, ни думать ни о чем другом. Невольно Джудит приблизилась, но все же предпочитала держаться в границах слабого круга света, падавшего от тусклой лампочки на траву. Знаешь, я сделала одну хорошую вещь, выпалила она. Они совершенно забыли, как Рос Ле Стрэндж и ее молодой человек использовали изолятор как «Господи, какая я лицемерка!» Звучит так, словно я ее осуждаю. «Ты мне поверишь, Джудит, что тут в библиотеке никого нет и не может быть! есть!» слышала чьи-то шаги в темноте! Если хочешь, я все обыщу сверху донизу. Ты войдешь?» Джудит секунду колебалась, после чего быстро шагнула внутрь, но все же держалась очень скованно. Но теперь они снова оказались лицом к лицу, и глаза их должны были встретиться. Они не могли больше избегать того, что уже возникло между ними, и должно было прийти снова со всеми предсказуемыми результатами. «Нет, нет», сказала Джудит, твердо глядя ему в глаза. «Нет, Марк, это глупо, мы не можем, мы не должны, это неправильно и даже не имеет смысла, это всего лишь... Ох, да если на чистоту, ты не можешь представить, какие мысли приходят женщине в голову, когда она лежит без сна и чувствует себя несчастной, а ты можешь представить, что и мужчину могут обривать такие же мысли. Марк, прекрати! Если на чистоту, как ты сказала, нам ведь не дано знать, что кроется у нас в подсознании. Год назад, шесть месяцев назад, даже десять минут назад я воспринимал тебя лишь как жену Дана Уолкера, даже в мыслях я не шел дальше. И вдруг именно здесь я осознал, что ты больше не жена Дана Уолкера, нет, но ты по-прежнему муж Брэнды Рутвен. Марк, собираясь продолжить свою тираду, долгие несколько секунд молча смотрел на нее. О, да, ты можешь убедить меня, у Джудит сразу же изменилось настроение. Я ни на что не претендую, все будет легко и просто, но ты так и не услышал, что я должна тебе сказать, имеет ли это значение? Да! Тогда давай обсудим и решим. Кстати, мы можем включить дополнительное освещение, Марк, ради Бога, не надо, его будет видно со стороны лужайки и откуда угодно. Любой, кто по вечерам видит тот свет, знает, что доктор Денхард или один из его ассистентов доктор Денхард был библиотекарем, как обычно работает допоздна. Я подумал об освещении потому, ты все еще боишься, будто тут кто-то прячется? Пожалуй, что нет, на самом деле там никого нету. И кроме того, ты со мной, это все меняет. Теперь я ничего не боюсь. Джудит, я ... Марк не смог подобрать нужные слова. Он прошел мимо нее, захлопнул дверь, закрыл ее изнутри и вернул кольцо с ключами обратно в карман. В любом случае, усмехнулся он, теперь сюда никто не проникнет. Основная дверь на двойном запоре и другого пути в библиотеку кроме этого нет. А через книгохранилище? Что ты о нем думаешь? Да, тут есть дверь в книгохранилище. В тех редких случаях, когда она закрыта, я отпираю ее своим ключом. Но на обоих этажах книгохранилища нет дверей, выходящих наружу. Подобрав с пола распластавшуюся книгу, которая, вне всяких сомнений, вывалилась с полки без посторонней помощи, Марк поставил ее на место. Двинувшись по единственному слабо освещенному проходу, именовав старые выцветшие бюсты мыслителей, он вышел в просторный главный холл. Здесь, где под высоким сводом гуляло эхо, он нащупал невысокие деревянные перильца, окаймлявшие рабочий стол секретаря библиотеки. Он уже готов был дернуть цепочку, чтобы включить лампу под зеленым стеклянным абажуром, как Джудит схватила его за руку. Нет, не надо, не включай. В чем дело? Сегодня полиция допрашивала меня несколько часов. Они хотели узнать о последнем приятеле Рос. Как выяснилось, это был молодой человек по имени Чедвик, не так ли? Фрэнк Чедвик? Да. Откуда ты его знаешь? Как всегда от Тоби. Ну так что? Продолжай. Полиция хотела выяснить, навещал ли он ее прошлым вечером, окрепшим голосом произнесла Джудит. Видеть я его не видела, и поэтому сказала, что нет. Затем они спросили, посещал ли вообще кто-нибудь бунгалу прошлой ночью. Вместо того, чтобы сказать, что я не сидела всю ночь у окна, что было бы чистой правдой. Боюсь, я запнулась прежде, чем сказать нет. Лейтенант Хендерсон обратил на это внимание. Я все отрицала. Он так и вцепился в меня. Я продолжала отрицать и стояла на своем. И что? Отзвуки их голосов, низкого мужского, легкого и хрепловатого женского звенели эхом под сводами негромко, но жутковато. Ну, что кто-то в самом деле зашел в бунгалу. Тогда я совершенно не обратила на это внимание. Да и потом не придавала этому значению. Но когда утром я поняла, что там произошло убийство, а не самоубийство, кто заходил в коттедж? Твоя жена. Похоже, оба они застыли пораженные. Было слишком темно, чтобы они могли различить выражения лиц друг друга. Только в северной части помещения, в проходе, через который они вошли сюда, слабое освещение отбрасывало сверху тени от древних бюстов, напоминающих отрубленные головы. Джудит, в какое время это было? Не могу сказать точно. Может, в десять минут двенадцатого, может, позже. Брэнда в самом деле заходила в бунгало. Я слышала, как остановилась машина. Поэтому я и подошла к окну. Это была машина с бр... Она сидела за рулем. Она вышла, захлопнула дверцу и пошла по дорожке. В свете уличного фонаря ошибиться было невозможно. Как долго она там оставалась? Не знаю. Говорю тебе, в то время я не обратила на это абсолютно никакого внимания. Чего ради? Меня это интересовало не больше, чем если бы миссис Хьюит приглашала к чаю миссис Кент. Разве что я чуть удивилась, поскольку никогда не думала, что Брэнда испытывает кросс-симпатию, а потом просто забыла об этом. Ведь ты должна была слышать и как отъехала машина. Если и слышала, то не обратила внимания. Как ты не можешь понять? Даже еще сегодня утром мне не пришло в голову рассказать тебе. Между ними воцарилась тяжелое напряженное молчание. Марк обошел деревянные перильца, силой стукнул кулаком по столу и повернулся к Джудит. «Простишь ли ты мне, Джудит, если я скажу, что не могу в это поверить?» «Марк, ты думаешь, я соврала тебе?» «Нет, не думаю. Я доверяю и всегда доверял тебе. Ты это знаешь?» «Да, знаю». Она произнесла это еле слышно, но с напором. «Я то думал, что Бренда нуждается в защите», вырвалось у Марка. «Я ошибался. Ни в чем она не нуждается». «Или ты ошиблась, решив, что видела ее, Марк?» «Я не ошиблась. Я различила ее фигуру, ее рост, ее каштановые волосы. Она была в белом платье и, кроме того, я видела ее лицо. Или же тут есть какое-то другое объяснение?» Бренда не хотела и, кроме того, не могла там останавливаться. Я знал это, едва лишь Тоби днем позвонил мне. Какого черта ей было там делать? Она гнала изо всех сил, чтобы как можно скорее оказаться в апартаментах Фрэнка Чедвига в Вашингтоне. «Фрэнка? Чедвига?» После паузы, еле слышным шепотом, недоверчиво, переспросила Джудит. «Не может быть, чтобы тот самый парень, который срос Ле Стрэндж, именно тот самый юный Казанова. Да. Ты хочешь сказать, что он был то есть и с Брэндой тоже?» «Я не говорил ничего подобного», возразил Марк, хотя в глубине души не сомневался, что это было правдой. «Какого черта?» «Если я не могу доверять тебе, то тогда вообще никому». «Единственное, что я могу сказать, что этот Чедвиг несколько недель волочился за ней, но прошлым вечером, незадолго до десяти, он подъехал за ней в своей машине и стал, как обычно, настойчиво дудеть в клаксон. Брэнда уехала с ним. Играя роль всепонимающего и искушенного мужа, я намекнул, что и сам несколько устал и от нее, и от разговоров, в которых мне приходилось открещиваться от мисс Ле Стрэндж. «Ты и рос?» «Ты говоришь?» «Нет, я этого не говорю». «Если бы даже это было правдой, я не смог бы заставить себя говорить на такую тему. А тут не было ничего подобного. Я вообще не называл никаких женских имен». Но Брэнда сделала свои собственные выводы. Вот поэтому она и вернулась. Вернулась? Подожди. Выслушай сначала то, что я и сам отчаянно стараюсь понять. В десять часов Росс Ле Стрэндж ждала звонка от кого-то. В этом я могу поклясться. Чисто случайно я позвонил ей сразу же после того, как часы основателя пробили десять. Она ожидала звонка. Росс мгновенно сняла трубку. И прежде чем я смог произнести хоть слово, сказала в нее «Это ты, дорогой». Пока я прикидывал, как ответить. Глупо ведь будет звучать. Нет, простите, я не тот, кто вам нужен. В дверь позвонили Тоби Саундерс и Кэролайн Кент. Я все же не понимаю. Через секунду поймешь. Марк скорее почувствовал, чем увидел или осознал, что у Джудит напряглись и застыли плечи. К тому времени, продолжил он, Брэнда и Чедвик добрались всего лишь до Куиншевина. Чедвик внезапно вспомнил, что в десять часов ему надо было сделать один очень важный звонок и побежал в аптеку к телефону звонить Рос. Совершенно очевидно, не так ли? Чедвик до последнего момента не был уверен, что ему удастся встретиться с предметом новой страсти с Брэндой, так что он придерживал запасной вариант, по крайней мере, на этот вечер, дав понять Рос Лестрэндж, что еще свяжется с ней. Можно считать или не считать иронии судьбы тот факт, что именно в это время Брэнда покинула его и вернулась домой. Понимаю. Шепот Джудит был полон растерянности и испуга, но Марк был слишком возбужден, чтобы заметить это. «Да, я начинаю понимать, после чего...» «Нет, не останавливайся, Марк, продолжай». «После чего мисс Лестрэндж, которую я встретил накануне утром, решила без звонка и без стука проскользнуть к нам в дом и в облике фатальной женщины явилась словно на назначенное свидание». «И что здесь тебя так удивило?» шепотом произнесла Джудит. «Она поступала так и раньше, когда она, наверное, решила, что ты один». «Скорее всего так и было. Бренда едва не сделала ту же ошибку, но услышала голос. «Со мной были Тоби и Кэролайн, но жалюзи были опущены, а марка и год выпуска машины Тоби точно такие же, как и у моей». «Понимаю, понимаю, понимаю». «И значит, бренда?» В детали вдаваться не стоит. Она сказала, что отправляется к Джейн Гриффит, у которой не появилась. Она всего лишь хотела как можно быстрее добраться до апартаментов Чедвига, чтобы отплатить мне той же монетой. Он не собирался так много рассказывать, не думал выкладывать ей даже десятую часть, и тем не менее в этом странном полумраке, испытывая облегчение от того, что кто-то преисполнен к нему доверие, он стал говорить, не думая над своими словами, и дернулся как от укола, лишь когда услышал в ответ тихий и яростный голос Джудит. И это тоже удивило тебя, Марк? Я прости, не понял. Неужели тебя удивило, что она попыталась отомстить тебе? Послушай, я поняла. Ты тоже хочешь рассчитаться с ней с моей помощью? Звук, который донесся из темноты, был не столько шепотом, сколько всхлипыванием. Насмешливое эхо поразило Марка Рутвина до глубины души. Оно отразилось от округлого свода здания, которое называлось новой библиотекой, потому что до 1795 года его не могли завершить. Архитектор, зараженный неодолимой страстью к неоготике, привез даже в новый свет готические арки с резными изображениями горгон, святых и чудовищ. В главном зале они были изображены высоко под потолком и Марк их не видел. Но он чувствовал их присутствие. Они ехидно скалились, ухмылялись или скучали в душной, слегка пахнущей мускусом атмосфере, которую создавала обилие книг. Джудит, ты понимаешь, зачем я тебе все это рассказал? Нет, но хочу, чтобы ты объяснил, о, господи, как я хочу этого. Дело в том, что прошу тебя не извиняйся. Боюсь, что это была моя собственная глупая ошибка. Ты никогда не проявлял ко мне ни малейшего интереса, пока это неправда. И даже сейчас ты говоришь со мной только потому и это неправда. Я рассказал тебе все это, чтобы доказать, что Бренда или же Чедвик, что одно и то же, никак не могли быть у Красного Коттеджа в момент смерти Рос Ле Стрэндж. Они были в квартире Чедвика. Пусть они там и остаются и черт с ними. Только это я и имел в виду. Не верю. Не верю ни одному слову. Но как ни странно, почему-то меня это не волнует. Марк. Джудит, которая подчеркнуто отодвинулась от него снова повернулась к Марку. И в этот момент кто-то начал стучать в боковую дверь северного крыла библиотеки. Конечно, звук гулко разнесся в пустом помещении, хотя кто-то легко и с паузами постукивал костяшками пальцев. Тем не менее, в молчании ночи этот стук поразил их как громом. Джудит опустила руки. И у нее вырвался сдавленный, едва ли не истерический смешок. Пройдя мимо него, она прислонилась к деревянному экрану перед лампой на столе секретарши библиотеки. Я говорила тебе, что свет будет виден отовсюду. С напускным спокойствием бросила она и снова засмеялась. Дернув за цепочку, она включила лампу. Вспышка света, пусть и приглушенная зеленым абажуром, моментально ослепила их. Но голос Марка прозвучал очень твердо. Это никого не касается. Да и что тут такого? Если Тоби знает, что я здесь, то это известно еще полдюжине людей. Успокойся. Прикрыв ладонью глаза, перед которыми плавали цветные круги, он с трудом различал бледное лицо Джудит с красными губами и голубыми глазами, зрачки, зрачки которых на свету сузились до размеров булавочной головки. А на стене, обшитой черно-коричневыми панелями, он увидел причудливые силуэты горгон. Снова раздалось постукивание в дверь. Марк припомнил, что запер ее изнутри. Порывшись в кармане, он извлек кольцо с ключами. Все еще прикрывая глаза цвета, он двинулся к двери через освещенный проход, который был полон теней от бюстов, похожих на отрубленные головы. Он шел не торопясь, тихо ругаясь про себя. «Все в порядке», громко сообщил он, «я здесь». И вдруг он замер. «Не подлежит сомнению», решил он спустя мгновение, «что привидевшееся ему зрелище всего лишь галлюцинация. Перед ним вдоль северного крыла тянулись пять проходов. Все они были заставлены массивными книжными шкафами двенадцати футов в высоту и увенчаны почерневшими гипсовыми бюстами, как правило, он едва замечал эти головы и уж тем более не считал их. И тем не менее, когда он сейчас скользнул взглядом по верхней части одного из шкафов, ему показалось, что там стоит на одну голову больше. Бред. Последствия внезапной вспышки света. Там наверху не было ни одной лишней головы, ни одна из них украдкой не переместилась с места на место. Азноб, от которого у него похолодело в груди, имел причиной только верхнюю прохладу, просто похолодало с приходом ночи. Из боковой двери тянуло сквознячком ничего больше. Марк торопливо подошел к двери, повернул ключ в замке и открыл. «Марк!» — услышал он голос Кэролайн Кент. «Прости, что я...» Кэролайн запнулась. Она смотрела мимо него в сторону главного холла без испуга, но с удивлением и возбуждением. «Где Тоби?» — спросила она. «Где мой отец? Они еще не рассказали тебе последние новости?»